Красавик открывает дачный сезон. На жаль, час прационных десантов бывает озмороченный пожарами по неосторожности. Вестурбортное обыходжение за огнем при спальвании сухой травы и смете часто оборочивается бедой. Да и стан дачных домиков, звычайно, вельми далеки от правил пожарной безопасности. МНС усмотняет профилактическую работу с насельством. На выходных вратовальники наведали садоводшее товариство «Устинка» в населенном пункте Прибор Гомельского района. В рейд отправилась и наша здимуточная группа. С надыходом весного летнего пожара небезопасного периода. Головная задача вратовальников – попереджение у сгорания и гибели людей. На дачные поселки сопрацовники МНС звертают повышенную увагу. Теплые надворки с каждым днем притягивают сюда все больше людей. Однако стан жилья после протяглой зимы не завсюди отвечает нормам. Вратовальники расслабляют дачникам, как сохранить пожарную безопасность, домов и участков. Как показывает практика, после таких мероприятий, если они проводятся системно, на постоянной основе, количество пожаров уменьшается. Люди смотрят телевизор, люди читают газеты, СМИ, они видят примеры. И где-то до их сознания доходит, что нужно обратить внимание на пожарную безопасность в своем жилище. Особенность дачных побудов в том, что они размешаны вельми близко один до одного. До того же, сезонность проживания в таких домах не сприяет належному ставленню людей до питания пожарной безопасности. Подчас огляду выявлено шмат порушений. Наибольшое частое – аварийный стан электропроводки и печи, отсутность пожарных оповещальников. А это может иметь серьезные наступства. Мы всегда считаем, что мы все знаем, но лишним это не бывает. Какие-то расстояния, все это МЧС подскажет, и человеку будет наглядней и понятней. С метой научения насильства правилам безопасности была организована работа научальной зоны «Пять кроков выротования». На этой пляси, в целом, жихарам пропоновали отработать навыки в случае надзвучайной ситуации, а детям – поудильничать в тематичных вольнях. Ребята в игровой форме решают определенного рода ситуационные задачи, получают практические навыки. И мы считаем, благодаря этому взаимодействию, обучению, ребята получают интересные знания, навыки, которые позволят предупредить, прежде всего, чрезвычайную ситуацию. Самое запоминающее из всего было – это то, что надевались в пожарную форму. Я самым быстрый был – 15 секунд. Весна. Час на вядень аппаратку на земле. Воротовальники закликают – не рабить гэта с допомогой огню. Выпаливать сухую расследность заборонена. Гэта приводить до узгранья приватных домов, лесов, гибели людей и живел. За порушение правилов предугледженный штраф – больше за 1000 рублей. Павел Михно, Игорь Марышенко, Телерадоакомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова